Палочки. Барбанные палочки. Всем привет! В эфире 11 выпуск нашего Барбер-подкаста. Покороче говоря, сегодня мы на летнем вайбе, в Красноярске жарко. То ли от того, что приехал Евгений к нам в эту студию. Можно просто Жека. Можно просто Жека. Евгений Антоненко, барбер с 24-летним стажем. Ты же в профессии с 2000 года, если не ошибаюсь. Да, да, да. В следующем году будет четвертак. Четвертак. Наши маленькие зрители, даже многие еще не доросли. Кто-то мог быть моим сыном. А можно кто-то и... Самый взрослый студент был 50 лет. К пониманию тушевки ты приходишь только через много лет в профессии. У тебя пиздолы в татухах, которые хотели куда-то приткнуться, потому что хотелось чем-то таким интересным заниматься. На втором блоке не будет фейдов никогда. Потому что фейды сразу рубили абсолютно все. Практика сразу на людях. Они говорят, нахуй вам время терять на этом. Вот мы вам сейчас так хардкорно людей подстрижем. Мне так страшно за всех. Ну давай, научи, что ты там умеешь. Согласитесь, если, допустим, мы хотим сделать офигенный бархатный фейд и возьмем блондина, у нас ничего не получится. Это факт. Так, тренер. Lockstock & Barrel. А также бренды SimSido. Преподаватель с многолетним стажем. Основатель. Идейный вдохновитель. Академия мануфактура из Екатеринбурга. Опять будут пиздеть, что я что-то забыл. Да потом можем. Несравненный Евгений. А также мой соведущий Егор Талавира, директор Сибирской школы барберов. Ну и сегодня здесь еще со мной плейбой, миллиардер, филантроп. Кто здесь? Это Егор Олег Минский, победитель, финалист, финалист мейнстейджа. Для меня Егор ты победитель. Чемпион. Моя маленькая команда поддержит. Мы с тобой сегодня хотели в основном поговорить про преподавание и вообще раскрыть тему образования, потому что я попреподавать успел и продолжаю вести некоторые индивидуальные курсы. Егор сейчас плотно занят вообще развитием академии. А ты как человек, который огромный опыт в этом умеешь, думаю, у нас сегодня получится интересный разговор на тему образования, тенденций, вот чего-то такого. Вообще с удовольствием. Это моя прям любимая тема. Ты помимо курса, который привез с собой, вот ты проводил обучение по биозавивке. Ну, просто завивка, то есть. Про кудри мы его назвали. Я просто долго искал название, думаю, так назовешь, так. Ну, то есть до сих пор, правда, я, кстати, не назвал семинар тушевка и окантовка как-то по-другому. У кого есть идеи, блин, пишите книжку. А, я, кстати, видел где-то в Инстеево. Да, то есть это очень интересный семинар, но название порой бывает отпугивает. Персонализация. Да, да, да. То есть как бы вот... И пока я ищу про кудри, мне ребята просто подсказали здесь в Челябинске. Мы как бы делали там тоже семинарчик совместно там с Глебом Морозовым, с Ильей. Вот. И они сделали мне небольшой видеоролик, и чувак просто подписал про кудри. И все. Я говорю, ой, ништяк. Будет про кудри, потому что, ну, у нас что-то современное. Можно предложить зрителям, предложить в комментариях название для курса. Тушевка и окантовка. Блин, если кто-то подскажет, как это сделать. Ну, там только... А что там в курсе? Тушевка и окантовка. Как бы это банально ни звучало, это реально тушевка и окантовка. И вот я всяко думал тоже там и так, и об косяк. Ну, просто отношение к этому семинару, оно всегда было у многих мастеров. Типа, да что я там не знаю, короче. Не, ну да, это что там? Как бы, ну, тушевка, тушевка. Ну, окантовка, окантовка. Мне кажется, к пониманию тушевки ты приходишь только через много лет в профессии. И только через много лет оборачиваешься, ты понимаешь, типа, я вот решил, что я умею тушевать, когда я там год стригу. Ну, это понятно. Не, на самом деле очень интересный, полезный семинар. Он всегда залетает. И у нас разные комбинации семинаров есть. Ну, то есть я вообще очень люблю экспериментировать. У меня нет такого, что, типа, ой, нет, давайте это делать не будем. Я говорю, давайте сделаем. Есть идея, как бы, давайте сделаем эту идею, посмотрим, как она сработает. Потому что, по сути... Ну, а по факту вдруг она и зайдет. Да, ты ничего не теряешь. Потому что, когда мы только открывали теперь уже Академию Мануфактуры, переименовали ее. Ранее она называлась первая школа барберов Мануфактуры. Это был 16-й год, декабрь месяц. Мы выбрали определенные курсы повышения квалификации. И, соответственно, из этого уже начали там что-то видеть, что-то создавать. Потому что ранее аналогов не было вообще никаких. То есть мы были первыми действительно на Урале. И, может быть, даже за Урале. Да, даже и побольше. Ну да, даже побольше. Потому что все-таки все Академии в то время открывались под именем какого-либо топового чувака. Особенно это были иностранцы. СБС, вот наша школа открылась в 17-м, но позже. Вот. Раньше, вот именно в 13-е, 14-е, когда люди начали понимать, почему вообще образование как бы важно и как с этим вообще биться. Вот. Ну, сейчас немножко про школу и потом отмотаю чуть-чуть все-таки назад. Потому что почему вообще нужны Академии? Почему вообще как бы это важно иметь? Особенно сетям. Потому что на то есть определенные причины. Так вот, мы когда открывались, параллельно с нами тоже очень много московских Академий школ открывалось. Они открывались тоже самостоятельные. Вот. Но тех масштабов, в которых мы сразу открылись, то есть я, в принципе, в России фактически не видел. То есть у нас сразу было 10 рабочих мест. То есть для, в принципе, парикмахерской школы 10 полноценных рабочих мест, где у тебя и барбершоп, и все. То есть тебе не надо там объяснять, что вот ты придешь в барбершоп, вот там тебе расскажут, как пользоваться этим креслом. Там у тебя мойка будет вот тут стоять. Да, 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 и все такое. То есть у нас было сделано изначально сразу все по всем канонам, потому что были действительно такие случаи, когда, допустим, где-нибудь на филиале отключили воду. И надолго. Там авария какая-то лютая, клиенты есть, все просто все собираются. В академии есть, допустим, там свободное время, ребята приехали, и все вообще классно. То есть в этом плане у нас еще академия спасала порой, особенно это летнее время, то есть прям вообще в легкую. Поэтому мы открывались путем как бы моих знаний в основном, потому что то, что было накоплено за многолетние, так скажем, обучения и поездки, и там всякие образовательные процессы, которые, в принципе, даже если я буду называть имена, ну, как бы, если только их гуглить потом, смотреть, кто это такие, то есть это реально очень крутые преподаватели, каких-то, к сожалению, уже с нами нету. Вот, остальные все находятся как бы за рубежом, обучения там всякие разные интересные. Ну, то есть это было очень много информации, собственно, мне хотелось ее уже куда-то отдавать. Потому что когда у тебя слишком много информации, это уже капец. Вот, и вот решили сделать академию, и, собственно, потихонечку начали ее как бы развивать и делать какие-то вот способы. Кто вообще, вот мне было интересно, кто вообще раньше приходил учиться и кто приходит сейчас? Ну, вот. Хороший вопрос, я ждал его. Мы успели просто вот за время преподавания тоже чуть раскрою, что люди реально меняются. Тогда они были одними, и сейчас люди приходят другие совсем. Да, ну, вот лет семь назад приходили такие, как мы с Егором. Ну, вот эти опезболы в татухах, которые хотели куда-то приткнуться, потому что хотелось чем-то таким интересным заниматься. Да, ну, я на самом деле эту историю называю 3Б. Бармен, бариста, барвер. Да, да, да. И вот, все, там, чувак был барменом, короче, устал, типа, сказали, бухать больше нельзя. Он расстроился, пошел в бариста. Ну, как бы, в принципе, та же самая движуха, тоже что-то смешиваешь. Особенно, если это какие-то кофеманы, там, лютые, типа, с лимончиком мне сделай, капни туда молочка безлактозного какого-нибудь. Ну, и потом, как бы, он уже такой, не зная, что делать, что делать, пойду, короче, в бармены, в эти барберы, короче. И вот он... А там еще и запешка побольше. Да, 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 и там еще, типа, тоже с людьми общаться, как бы. Ну, и бухать на смене тоже можно. Да, и кофе можно делать еще, ну, то есть, да, такой универсальный солдат, который, как бы, может, все еще и стрижет. Вот, немножко отмотаем назад, для того, чтобы понять, кто приходил учиться, нужно понять, нафига вообще нужна Академия. Потому что изначально, когда я пришел, это все было без Академии, есть сеть барбершопов по стране, не такая большая, но очень интересная. Это барбершоп контора. То есть, с них, в принципе, на Урале, да, начался барберинг. Когда я к ребятам пришел, у них уже стартовал второй филиал. Я пришел, как бы, как раз вот устраиваться на второй филиал. И работали там, естественно, только пацаны. Девчонок тогда не брали категорически, как бы, что, типа, там... Ну, типа, знаете, там, как в армии, типа, полковником может быть только мужчина, а женщина должна быть подполковником. Такой черный армейский юмор. Вот, примерно так же происходило там, что, типа, девчонки не могут быть барберами. И, как бы, мне на это было, как бы, немножко пофигу, потому что я понимал, что все равно придет время. Почему? Потому что ты в определенное время достигаешь такого уровня, что ты можешь зрить вперед на достаточно длительное время. То есть, это помогает, на самом деле, работать в школе и направлять студентов еще лучше. Потому что у них всегда все равно есть определенные страхи. Так вот, почему открылось? Потому что, допустим, чтобы нам обучить мастера будущего барбера уму-разуму, нужно было либо закрывать запись, брать какое-то время. Ну, для своих нужд. Да, 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 да. То есть, собственно, то, что мы и делали. И, как бы, ты его готовишь, там, в свои выходные, берешь какое-то место, там, на 2-3-4 часа. Ну, и как-то это все растягивалось на очень длительный срок. А плюс еще запись большая. Никто место, допустим, отдавать не хочет, как бы. А мастера работают и занимаются вот этим. Да, да. А рядом чувак стоит, и там, типа, вопрос, а что происходит, а кто это такое, зачем там. Ну, то есть, очень много вопросов и всего остального. Но всем очень интересно. Вот, начал я, на самом деле, с вечерних обучений. То есть, я начал делать. Некоторые коллеги мои, они говорили, да, ну, зачем тебе это все-то и что? Я говорю, нет, я человек упертый. Как говорится, не на тем-то катанем, потихонечку я знаю, что все получится. Просто нужно время определенное, как бы, чтобы все понять. Вот. Потихонечку, полигонечку мы это все настроили. Начались первые мастер-классы. Я привлекал своих коллег обязательно. Я вообще из тех людей, которые привык работать именно в команде. То есть, я изначально работая там в компании Вэлла, там, работая в каких-то других заведениях, у нас всегда был дружный коллектив. Мы там ходили, отдыхали, там, на сплавы. Ну, то есть, всегда было дружно, всегда это все поддерживалось, было весело и классно. И, соответственно, я понимал, что это должно быть. И я сразу же привлекал людей. Потому что один в поле вроде как воин, но ты можешь сдуться. Но то есть, как бы, определенные причины. И забегая уже вперед, когда сейчас мы знаем, что есть люди, которые залетели в барберинг очень круто, но закончили не очень круто. То есть, просто пропали с поля зрения и все. То есть, очень важно еще остаться на плаву. Об этом тоже я обязательно расскажу. Похоже, про нынешних представителей хип-хоп-сцены и просто исполнителей. Да, да, абсолютно. С одним треком стреляют. Да, вот это, кстати, очень тоже немаловажный момент. Про него я обязательно тоже озвучу, как это, в принципе, должно быть вообще по идее. Вот. И начали мы с вечерних. Я поддевал своих коллег, предлагал им это сделать. То есть, мы делали, обучали, рассказывали. Сказывали, как бы сначала, там, мы уделяли этому по два часа вечерами. Потом пытались там в какие-то определенные дни, когда ты все равно мониторишь рынок, понимаешь, что у тебя там в эти дни активность барбершопа чуть ниже, чем обычно, например. И вот в эти дни как-то пере... Ну, то есть, всегда искали определенную лазейку, при которой мы это будем делать. И, как говорится, буквально где-то год, наверное, прошло, директора, коллеги, которые понимали, что им достался такой грааль, мы решили как бы сделать школу. То есть, я, в принципе, вообще без проблем был. В плане уже в отдельном помещении. Да, то есть, что это... То есть, идеи у них изначально были, они собирались это делать, но как бы не было основного понимания. Потому что школа – это не просто там помещение сделал и все. Там до хера административной работы, которую, если ты не знаешь и не понимаешь, как это происходит, у тебя начинается просто... Ну, у кого-то истерики бывали, там мне ребята некоторые звонили. Просто мне довелось работать в компании Вэлла. Там, точно могу сказать, это единственная компания, в которой прям все было до такой степени четко. Там прописаны были просто каждые шаги. Когда у нас происходили какие-то огромные мероприятия прихмахерские, когда приезжали гости из других стран на конкретное мероприятие, это называлось Вэлла Тендвижен Ворд. Мы, как тренера, приезжали со всей страны в Москву, и нас ставили по нескольку человек отвечать за определенную компанию из-за рубежа, которая делала коллекции. Был уже огромный холдинг. Огромный холдинг. У нас все проходило в Крокус-Сити-Холле. То есть, там просто, и кто если там был, там помещение, это несколько футбольных полей, там пока до уборной сходишь и обратно уже опять хочется, на самом деле. И эти километражи там гоняешь, как бы это. Ну, то есть, мне повезло. У меня была вот такая внутренняя засценная огромная подготовка. Я, в принципе, всегда этим занимался, потому что раньше были еще очень крутые, на тот момент очень крутые мероприятия. Это всякие выставки. Они были очень добрые, очень веселые, очень классные. Мы работали на выставках, представляли какие-то бренды. Бренды вкладывали в нас деньги, обучали, там дарили инструменты. Ну, то есть, я, честно, за всю свою знательную жизнь очень мало что купил. То есть, мы обычно там поработаешь, и они такие, дарим там и еще что-нибудь, короче. Ну, то есть, там не всегда платили, естественно, это нормальная ситуация. То есть, я очень часто работал на выставках раньше бартером. Ну, то есть, у меня все равно инструмента не хватало, допустим. Они такие там, хоп, какой-нибудь новый фен. Все, ты им поработал, тебе рассказали что-нибудь. Хоп, ты рассказываешь, он там разлетается, короче. Хоп, ножницы, там машинки, там все остальное. В этом году даже немножко поработал тоже на выставке. Хотя до этого очень скучал по этим веселым денькам, когда ты там на выставке кого-нибудь стрижешь всех подряд. И у тебя потом на второй день выставки просто очередь. Ой, меня можно постричь, меня пострижете. И там уже, знаете, на выставке запись людей, которые хотят у тебя постричься, просто потому что, ну, они видят, что ты делаешь, и делаешь это как бы классно, интересно. На халяву еще. Еще и на халяву, да. То есть, там вплоть до того, что ты говоришь, блин, помойте голову. Они говорят, не вопрос. Идут, моют голову, короче. Ну, естественно, помыть там не проблема, потому что еще параллельно идут конкурсы. Ну, немножко отошел, люблю я это делаю. А про школу, вот то, что ты рассказываешь, это в целом очень похоже на то, как у нас выстроилась потом система. Мы, по сути, повторили весь этот путь. Не знаю, мы подсмотрел Вася, может быть, не подсмотрел. Потому что так же началось в тайге с вечерних вот этих обучений. Потом появилось помещение школы, тоже на 8, по-моему, рабочих мест. У тебя какой-то седьмой поток? Пятый поток. Ты застал зарю, да? Ну, то есть... Ну, самое начало. То есть, первый поток был тестовый, потом они запустили школу. И вот постепенно она из базового курса выросла в какие-то еще там дополнительные программы. Вот, да. Продолжая тему, как это все произошло, то есть потихоньку-полегоньку появилась школа. В ней мы начали экспериментировать там с первыми тоже потоками. Это только базовый курс? Нет, нет, нет. Сразу же было и повышение квалификации, потому что была в этом потребность. То есть, было прям разбито строго, что вот у нас есть базовый курс, он состоит там из... Он тогда состоял из 36 дней, три раза по 12. То есть, 12 дней занимаешься, примерно месяц перерыв, 12 дней занимаешься, месяц перерыв. Для чего это было сделано? Для вечерников, наверное, которые работали. Нет, для тех, кто как бы хотел переквалифицироваться. Неважно, там были и люди не из профессии, были и парикмахеры, там колористы были. Ну, то есть, ты от основной работы на 12 дней, в принципе, можешь свалить. Но тебе же что-то надо есть. И поэтому у нас были между курсами как бы достаточно большие промежутки. Но эти промежутки были непростыми. Домашние задания. Были специальные закрытые группы ВКонтакте, которые создавались под всегда отдельную группу. И, соответственно, у нас шли вот эти вот процессы. Повышение квалификации тоже было очень актуальным, потому что только-только тогда классика, все, что на пальцах стрижется, работало. И там тушевки всякие, да. Ну, типа удлиненки, да. Хотя удлиненками раньше называли вот то, что сейчас у тебя на голове. То, что не фейд. Вообще не фейд. Вот, типа, две недели назад постригся, окантовку сделал, вот эти удлиненки, короче. Вот, там работа, там машинка поверх расчески, фейды и кроп. Фейд и кроп, это вообще была бомбическая история. У нас этот семинар... Это какой год? Это 2016-2017 даже. Я помню, они в Красноярске начали активно все их стричь. И вот эта дебильная челка, которая никак не соединена ни с чем больше. Тут чисто, знаешь, хай-фейд, а тут такой козырек. Думаешь, хуйня какая-то получилась. Да, у нас на самом деле вообще многие ребята приезжие называли Екат, город фейдов и кропов. Потому что в 2018 году мы потихонечку начали развиваться. Плюс я параллельно начал работать с Академией Симушка. То есть, меня взяли тогда еще экзамены. Я попал, получается, в самый... Ну, можно сказать, в первый поток. Потому что первый поток, который был, он, мягко говоря, почти весь разошелся к тому моменту. То есть, я был девятым в России тогда. Ну, тогда это были еще амбассадоры, нас называли. Локстока? Да, да, именно Локстока. Вот. И у нас экзамены принимал еще СИЦОТУК. То есть, он прям сидел в экзамене. Сколько лет он уже не... Блин, интересно было бы ему вопрос вообще про это задать. Открою секрет, он в этом году будет в России. Да, мне уже сказали. У нас тоже есть один секрет про то, что мы там потом как-нибудь расскажем. Ну, вот. И на самом деле, тема прикольная. И получается, что я начал представляться как, собственно, Жека Бородат. И у меня появился этот ник. Причина очень простая. Когда я работал на филиале в конторе, нас было трое Жень. Вы скажете, ну, а что такого? Три Жени. По-любому же вы разные. Нет. Все трое с бородой. Ну, вы скажете, ну, с бородой. Ну, кто-то же с длинными волосами. На тот момент я был с короткими волосами, как бы с короткой бородой. И остальные были трое тоже. Забавно было бы, если бы еще все похожи. Вы скажете, ну, по-любому. Ты же такой крупный, как бы. И был еще один крупнее. Он выше еще ростом был. Вот. И получается, был Женя среднего роста, Женя высоченный, и Женя я, короче. И все Жени. И типа, алё, здрасте, можно к Жене записаться? Там, какому? Здрасте, какое длинное. Да, да, да. Рассахи. Так это мы с Егором на одном филиале трудимся. Нам звонят на филиал. Говорят, вот, а можно к Егору записаться? А статухой? Ну, а к какому? А статухой которой? Где? Да, 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 да. Вот. Вот, поэтому я долго не думаю, я говорю, короче, я буду Жека. Ну, там, мне нравится эта тема, пусть будет так. Все, Жека, Жека. И вот так с того момента повелось. И потом, когда меня в очередной раз встретился с ребятами, там, с Тони и Гайей, они говорят, ты, а как отменить в Инстаграме? Я говорю, где? И с тех пор я стал Жека Борода. То есть, надо было какой-то ник там придумать, что там, типа, Жека Борода, он попсовый был уже. Да, он и занятый, наверное. Да, да, там, Жека Борода, все занято. Я такой думаю, блин, Бородат. Ну, типа, такой аббревиатурно получилось. Охуенин и пизда. Да, 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 да. Вот. И все, и как бы с тех пор эта тема пошла. Вот. И возвращаясь опять же к школе, по такой, было передисловие, как говорится, мы начали вот ездить, я начал ездить, подготовил команду преподавателей. Мы вместе стали преподавать. У нас каждый отвечал за определенный блок. Там очень много тоже всяких внутренних нюансов. Было связано с тем, что, например, кто-то там, например, вообще любил фейды делать, кто-то фейды не любил делать, кто-то Бороду любил делать. Ну, и мы там разделили обязанности. Ну, и, собственно, начали все это делать. И, собственно, пошло все достаточно успешно. То есть, у нас были полные группы. Первый набор у нас провалился, потому что мы сразу поставили 30 дней подряд. Это вот наш как раз курс 30 дней, пятидневка. Он тогда так и был. Вот, кстати, я думаю, что в то время, когда открывалась мануфактура, это было актуально, вот с такими перерывами. Но сейчас, на мой взгляд, тенденция, да, к тому, чтобы получать навыки как можно быстрее. Некоторые даже в институт не идут, а идут на курсы для того, чтобы ускорить весь процесс обучения. Кстати, стало больше школьников. Да, 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 есть такая история. Вернемся, кстати, к вопросу. Кто учился-то? Кто приходил тогда? Вот я к этому подхожу тихонечко, да. То есть, просто сразу закрыть вопрос по поводу школы, что там было и как происходило. То есть, когда изначально создавалась школа, так как я работал в больших компаниях иностранных, мы всегда планировали на год вперед минимум. Вот, и, соответственно, я для себя планы всегда строил точно так же на год вперед, как минимум. То есть, я примерно понимал, что я буду делать, там, условно, ну, то есть, там, в марте я уже примерно понимал, что у меня будет в декабре, а то и в январе, короче. И вот это мне помогло для себя, по крайней мере, создать некий такой путь определенный, там, создавать расписание, все остальное. Вот, я прекрасно понимал, что быстро ничего не получится, и на это нужно время. Здесь объясняется все очень простым путем. Практика и понимание. То есть, когда ты что-то делаешь, ты сначала не понимаешь. Потом ты это начинаешь осознавать, потом ты в это включаешься, и потом, как бы, у тебя начинает получаться, и ты выходишь на определенный уровень. Типа сначала надрачиваешь практику, как показывают. Да, да, да. Ну, это так и произошло. Да, но есть одно но, чего я не делал точно, и мы были, и я надеюсь, до сих пор в описании ничего не поменялось. Мы ни в коем случае нигде на углах не кричали, что у нас 90% теории и там 10%, о, вернее, наоборот, 10% теории и 90% практики. Потому что это такая, да, полная. О, давайте погнали. Я хочу обсудить. Давай вернемся к этому вопросу, я задам. Да, и, ну, сейчас вернемся к студентам, потом задашь его. И вот как раз-таки эта тема позволяла нам сбалансированно сделать все вот эти курсы. Потому что я анализировал каждый поток. То есть вот я придумал, мы поток отработали, я для себя поставил галочки. Ага, это поменять так, это поменять так, это поменять сяк. И каждый последующий курс, он всегда видоизменялся. То есть информация оставалась та, которая есть, но последовательность выполнения этой информации изменялась. Например, после первого блока я точно понял, что категорически на втором блоке не будет фейдов никогда. Потому что фейды сразу рубили абсолютно все. И они просто сжигали всю информацию, которая была дана вначале. А вначале мы всегда давали там строение волоса, кожу. Ну, то есть, и это то, что я считаю... Потом туда врубается фейд, который не ведет эту форму полностью. Да, 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 и все. И как бы народ просто там, как рокфор на сыр, типа фейд, и все. И ты как бы... Третий блок у тебя просто... Чувак приходит такой достаточно мохнатый, и такой, говорит... И прям будущий барбер ждет такой, говорит... Ну, скажи это слово. Он такой... Фейд, он такой... А-а-а-а! Я такой погнал просто. Удлиненки и все, что на пальцах категорически не хотели делать. И вот это переросло в то, что я это все сместил, сбалансировал, понял, что это работает. И постепенно начал просто вот какие-то новшества добавлять, какие-то маленькие детали, которые позволяли там запомнить информацию. И вот здесь вот как раз-таки мы возвращаемся к вопросу, кто эти студенты, которые приходили тогда. На самом деле, помимо тех чуваков, которые 3Б, бармен, барбер, бариста... Вот эти. Да, вот. У нас были разные студенты. У нас самый взрослый студент был 50 лет. То есть и дамы были в 50, и мужики были в 50, на самом деле, и студенты были. То есть у нас всегда была достаточно раздражительная публика. Много было переквалификаций. То есть там работали в одном месте, там в другом. Но еще плюсом было в том, что мы блочно покупали инструмент. Потому что реально были такие случаи, там, ну, один-два человека после первого блока, простояв на ногах, понимали, что это них, как бы, и они спокойно могли там продать этот инструмент там следующему, будущему поколению, как бы, барберов. И как бы это было на самом деле очень удобно. Не сразу человек закупает, как бы, а постепенно. Там в первом блоке все делается руками, дальше машинка, там, поехали и поехали. Поэтому у нас публика была максимально разношерстная. И я прям... С самого начала. С самого начала, да. Очень разношерстная. И были, как бы, очень разные группы с разными интересами. И самое интересное, что у нас были даже группы, где просто вся группа, как цветник, были одни девчонки. Бывало. И просто все, как одна красавица. И это просто было капец на самом деле. Слушай, Жек, я на самом деле тенденцию последних лет отмечаю в том, что, ну вот когда мы, там, Егор, я, да, приходили в индустрию, это еще отголоски того, что барберы должны быть только мужики, они еще оставались. Сейчас же, когда уже вот эти все стигмы ушли, и могут и женщины, и мужики приходить, почему-то большинство женщин идет. Ну вот у нас там поток, в среднем 10 человек. И недавно была история, что впервые вообще с 2017 года у нас было на потоке 7 девочек и 1 парень. Вообще впервые. И даже вот мы, когда отпускаем студентов, потом, потом, да, да, я. Это ты один был. Нет, в смысле я был в Малине, ну не суть. Потом мы, когда набираем к себе уже барберов команду в Тайгу, Вася говорит, бля, ну там есть хотя бы мужики? Ну хоть один есть, потому что последние несколько лет очень много девчонок идут. Вот я почему задавал такой вопрос, потому что интересно, как у вас вот в Йобурге? У нас на самом деле были разношерстные, но вот это одна из групп была, она была где-то в районе 2018 года, если я не ошибаюсь. Только девчонок? Ну почти девчонки, и там пару парней было, и все. Вот, там, по-моему, да, было порядка 10 человек, по-моему, и любого семи. Ну не помню уже количество, не буду там напрягаться, вспоминать. И реально были одни девчонки. Потом пошло как бы опять тенденция разная. То есть дальше было, вот у нас всегда как-то было разное. То есть приходили, были даже колористы, то есть приходили поучиться на барберов. И, собственно, я там первые пару, наверное, лет старался я начинать всегда курс, или там еще мои коллеги, например. Тот же Стас Пушкин, как бы наш тоже коллега, который тоже отошел пока от преподавания в связи с пополнением семейства. Ну и вообще как бы все равно у некоторых людей происходит такой момент, что им неинтересно уже преподавать, их там какие-то моменты бесят. И они продолжают просто трудиться за креслом, кайфовать, там развиваться в других направлениях. И вот в основном этим занимались, именно началом курсов занимались я или он. И один раз была такая интересная история, а никто же не знает, что я знаю там колористику, как бы что я работаю, что у меня там статусы международного мастера, там колориста международного, как бы. Ну за счет того, что я работаю в международной компании. Ну как бы это логично вполне. Все приходят учиться там на барберов. Да, да. Думают, что чисто вот такая вот. Чисто узконаправленность. Я как бы создал на самом деле амплуа прямо чисто барбера. И кто когда узнает, что... У тебя образ. Да. И кто узнает, что я как бы могу еще вот это, вот это, вот это. Они всегда как бы в шоке. И вот пришла одна девушка учиться. И она такая, типа, я, типа, ну типа в профессии там 16 лет, но я только занимаюсь окрашиванием. Типа, мужиков я не стригу, вот мне интересно. Я говорю, хорошо. И, в общем, у нас самая любимая, самая замечательная история это разделение техники, ну то есть проборы, секции, сегменты, вот это все, это все разделение. И вот она пыталась, короче, по-разному халтурить, все это делать совершенно по-другому, ну по своей привычке. И каково было ее немножко удивление тому, когда я и начал за тему колористики объяснять, почему проборы важны в колористике тоже. А еще разделять всякие секции, сегменты там и прочее разделение такая. Ну ладно. Вот, то есть это было все равно большим плюсом, когда ты знаешь достаточно много, но не все. Это очень важно. Можно знать много, но не все, и это тебе радует жизнь. Да хотел про этих, про студентов все закончить, что мне кажется, ну по крайней мере вот из того, что я видел по студентам, что раньше было больше ребят, там типа помоложе возрастом, как раз вот эти вот 3Б барберы, баристы и кто там бармены, а сейчас как будто у нас стало больше людей вообще из разных сфер, ну и более старшего возраста. Вот у вас как-то получилось по-другому, что это сразу уже было разношерстно в Красноярске прошло не так? Да, у нас, честно говоря, всегда было разношерстно. Ну вот ты сказал про самый большой возраст, а самый маленький можешь вспомнить? Вот сейчас хотел как раз это и рассказать, что у нас была одна группа, там самый молодой был 15 лет, а потом еще параллельно с ним 17 лет девочка и еще что-то 18 лет. У нас один 15 и много 18 лет. Вот, и как бы вот этот 15, он был такой как бы, ну прям 15-15, то есть ему ничего не надо, он там сидит на самолётиках летает, как бы там вообще ничего особо не учит, вот. И получилось так, что... На этом тоже хотелось бы остановиться поподробнее. Да, но это тоже обсудим обязательно. И получается, что он особо ничего не учит, ничего не делает, и как бы это обламывает преподаватели, преподаватели с ним не могут совладать, как бы, и собственно я всегда находил тот способ, как можно найти подход ко всем людям. То есть есть все равно определенные люди, их нужно изучить, и все равно ты найдешь хотя бы кусочек, чтобы как-то зацепиться и заставить чуть-чуть хотя бы работать. И вот, да, и вот была такая группа, где, получается, были девушки, вплоть до того, что реально это был, мог быть их ребенок, вот такой. И то есть вот такая вот публика просто от 17 и там, условно говоря, до 35, до 36 примерно лет. Вот такая группа была очень смешанная тоже, и девчонки, и мальчишки, как бы. И было интересно, конечно, но мы прикурили, потому что девчонки и ребята молодые, они не такие, не сильно ответственные. Не заинтересованы. Не сильно заинтересованы. То есть их просто направили, сказали, иди учись, как бы, и все. У нас был такой парнишка. Да, поэтому в этом случае у нас как-то с разношерстной публикой было всегда. Я могу сказать, что это вот после этого я базовые курсы потихонечку стал отдавать ребятам и снижал активность именно на базовых курсах, потому что понимал, что они уже без меня справляются, все хорошо, и я могу заняться другим делом. То есть, например, там дальше развивать повышение квалификации, потому что мода же все равно меняется, потребности в мире барберинга меняются. И я как бы занимался уже чисто развитием повышения квалификации, потому что вот, например, буквально перед поездкой сюда я наконец-то с полки достал свой семинар «Интуитивная стрижка». Это как бы, как сказали ребята, это полный пиздец. Как интуитивное питание? Ну, можно сказать, да. И, по-моему, организм говорит мне, что мне нужно покушать. Да, и пришел запрос от моих коллег из Челябинской области, мы списались, договорились, купили балуаны, они приехали ко мне, и вот мы втроем, я с ними делился вот этой интуитивной техникой стрижки. То есть, быстро, прикольно, круто, вообще необычно, неповторимо, я бы даже так сказал. Да, то есть, этот семинар у меня лежал очень давно. Элементы из этого семинара я там применял в других семинарах, но у меня было на тот момент уже понимание, что человек пришел с ноля, он отучится, ему в любом случае нужно развитие. То есть, да, там появилась Кузьма, это прям идеальная история. Народный барбершоп, назвал его, кстати, я, потому что эконом, там, лоукостер, там, это все не очень красиво. Сейчас сколько? 14? 20 уже. 20 уже. Вот, на момент отъезда из Екатеринбурга уже их 20. И, открою секрет, помимо Академии, еще есть тренинг-центр Кузьмы. И причем не только в Екатеринбурге, но и в Челябинске открыли вот буквально тоже месяц назад. То есть, ну, это все развилось одно за другим, дальше, дальше, дальше. И понимая, что, как бы, человек будет учиться, ему надо где-то повышаться. Он привык к твоим, там, стенам, стенам, там, как правильно сказать. Да, он, скорее всего, вернется, потому что он знает преподавателей. Да, и как бы нужно повышение квалификации. И в этом случае, как бы, естественно, я начал модернизировать повышение квалификации, делать еще отдельные курсы. То есть, если так примерно прикинуть, ну, наверное, на сегодняшний день 20-30 семинаров разного плана у меня есть. От одного дня вот до 36, грубо говоря, дней для любого мастера абсолютно. То есть, можно прокачать вообще любой скилл. И могу, грубо говоря, свернуть мозги даже самому опытному человеку, там, объяснив некоторые, вот, даже интуитивные стрижки. Это, как бы, совсем другой уровень. Это выше даже продвинутого уровня. И все. И начал заниматься. Вот базу отпустил и пошел заниматься повышением. Модернизировал повышение. Модернизировал немножечко, там, и базовые тоже курсы. Кстати, сразу могу сказать, когда вы обучаете, нужно обучать некоторым моментам немножко по-иному, не как в барбершопе, чтобы было больше вовлеченности в процесс. Потому что есть вещи, когда человек стрижет, он стрижет долго, а потом надо делать бороду. И, как бы, на бороду порой ни у модели, ни у мастера. Сил нету, да. Просто сил нету. Что я сделал? Я сделал очень хитрый ход. Я поменял местами. То есть, я просто сначала делал, мы делали бороды, потому что это все равно быстрее, чем, как бы, стричь. А потом ребята стригли. Просто были те, которые не хотели стричь, вернее, не хотели брить категорически. И это был вот тот подход, про который я вам говорил. Что ты делаешь его не индивидуально под чувака этого, а ты делаешь его обобщенным для всех. И у него нет, так скажем, вопросов, что, типа, я не буду это делать, потому что, ну, это программа такая. Что ты сделаешь? Эту программу, вот, необходимо сначала сделать там бритье. Они, конечно, все равно пытались отмазываться, но тем не менее у нас вплоть до того, что есть карточки, которые консультации, они начинают заполнять с самого начала. Там писать имена, какие техники там и прочее. То есть, это дает такой процесс повторения. То есть, ты не просто, а, здорово, чувак. Он такой, я фейт хочу. Ты такой, не вопрос. Пошел, фейт сделал, короче. У нас сейчас тоже схема, черта. Ну, схема, алгоритм. То есть, это как бы повторение. Повторение, повторение, повторение. Любая работа – это механика. Сначала мы даем механику, она повторяется, повторяется, ты начинаешь делать лучше. Ну, это, знаете, там, типа зажигалку вертеть там или еще что-нибудь. А потом ты понимаешь, зачем. Да, да, да. И вот поэтому для того, чтобы обучить быстрее, нужно очень строго, очень динамично, но при этом очень механизированно подходить к некоторым процессам. Чтобы человек, ну, вот прям только в какой-то крайней мере мог от этого отмазаться. То есть, у него не было выбора, и нужно сразу как бы заряжать человека на то, что, блин, просидеть не получится, надо работать. И все. И когда это происходит, они как бы максимально благодарны. Когда получается через это. Да, и у меня были случаи, когда, допустим, там что-то, ребята не могли выйти, и я выходил, допустим. Единственный минус, я раньше был очень строгим, крайне резким и очень, как говорили мои коллеги, злюкой. Вот. Я просто был таким, потому что я очень сильно, ну, горю за свою профессию, и меня так представляли еще мои коллеги. И, допустим, если не я преподаю, и там, допустим, где-то там в расписании, у нас всегда есть расписание, кто когда преподает, и типа там Антоненко и Евгений все такие, ааа, сейчас придет. И я захожу, знаешь, там, все такие молча, ну, начинаю там общаться, хоп, все такие. А где? А где крик? Где ругань? Почему тишина? Такие, все, там, второй день, вроде все нормально. Ну, там, что, они гаркнули, они такие, о, голос подал. Живой, да, и все такие вот. И в какой-то момент, пообщавшись со своими коллегами, так как я много езжу, у меня много коллег по всей России, и очень опытные ребята, с которыми там мы делаем совместные проекты. И с ними пообщавшись в очередной раз, они говорят, ну, я понимаю, что это не совсем правильно, но как бы ты горишь. А сейчас со временем люди стали слишком эмоциональными. И ты когда на них начинаешь наезжать, ну, прикинь, ты девочка худенькая, и возле тебя стоит бородатый здоровый мужик, и на тебя просто там ругается, короче. И, соответственно... А историю расскажешь про то, как тебе отец одного из учеников позвонил? Да нет, он мне не звонил. Ладно, не будем об этом говорить. Ну, там, да, была такая история интересная. Но, тем не менее, то есть тоже к нему нашел подход, нашли процессы, и он сам потом как бы осознал то, что действительно я хотел только добра. То есть я всегда объясняю, что я хочу помочь, я не пытаюсь там как-то там повлиять. И уже вот на протяжении, ну, наверное, двух с половиной лет я вообще не ругаюсь со студентами совсем. Но ты из базы ушел, да? Да, да, да. Может, поэтому и перестал. Нет, я на базе еще перестал, на самом деле. То есть я на базе перестал ругаться по причине того, что просто вот с коллегами в очередной раз мы пообщались, обсудили этот момент очень плотненько. Я говорю, ну, да, ты прав. Говорю, по сути, как бы так оно и есть. И все. И плюс еще из-за пандемии люди стали очень, как я уже говорил, эмоциональными. То есть ты начинаешь немножечко давить авторитетом, что тоже очень важно иногда делать. И люди начинают как бы закрываться, плакать, рыдать. Даже бывало и парни немножечко это. Ну, я уж даже стесняюсь сказать, сколько хотели мне как бы все из-за чуваков, которые учились. Потому что, ну, просто, может быть, из-за уважения как бы не происходило ничего. Но, тем не менее, те, кто отучились, я их так иногда подкалываю. Говорю, ну, по-любому же хотел все. Он говорит, да, конечно, хотел. Но понимал, что типа смысла нету. То есть тоже все ребята, естественно, разумные. И я считаю очень важным все равно, чтобы был авторитет с точки зрения именно знаний. То есть понятно, что там большой, бородатый, как бы, но я не хулиган, я не дерусь, как бы. Но зато могу научить, можно сказать, всему, что угодно связанного с парикмахерским искусством. Да даже полусно расширить. Ты чего хотел? Какой вопрос-то обсудить? Вопрос обсудить хороший. Что-то про курсы. Про время обучения, да, и про теорию. О, отлично, спасибо, Егор. Короче. Я просто помню, мы что-то перед тем, как готовились. Вот это была очень интересная штука. Про то, что, ну, давай, продолжай. Мы с Егором, ну, типа задроты по теории в целом. В доту. И в целом мы оба согласны с тем, что, ну, без теории в целом в процессе обучения никак, потому что мы преподаватели и видим эту историю изнутри. Поэтому вот эта штука про то, что 10% теории, типа, нахуй не надо, но 90% это... Да, это типа инфо-цыгане, так говорят, на мой взгляд. Ну, это ладно, это обобщенно. Но, короче, мы знаем, да, то, насколько это важно, но в силу того, что общество современное стремится к тому, чтобы освоить какие-либо навыки быстрее, а в понимании обывателей навыки осваиваются только на практике и без использования теории, ну, всякие люди стараются делать очень быстрые, сжатые максимально курсы. Ну, типа, знаешь, там, два дня теория и еще 13 дней у них там условная практика на людях. Либо есть курсы, где нету совсем практики на болванках, но есть только практика сразу на людях. Ну, они говорят, нахуй вам время терять на этом, да? Вот мы вам сейчас так хардкорно людей подстрижем, мне так страшно за всех. За человека, которого отпиздит человек, сидящий в кресле, за плохую стрижку. Ну, вообще за всех, потому что, пройдя много лет обучения, понимаешь, насколько важна вообще теория. И вот сейчас я замечаю то, как стригут, ну, обучают стричь за две недели, обучают стричь за 10 дней. Ну, всякого разного. И вот как раз хочется обсудить, как, по твоему мнению, можно прийти к результату своего ученика существенно быстрее и эффективнее. Насколько вообще возможны вот эти все программы? Только онлайн, только без болванок, только на людях, только там без теории, ебашить только стрижки? Хороший вопрос. На самом деле, с точки зрения, как сделать это быстрее, скажу так, никак. Ты должен был развить тему. Нет, я вам ее сейчас разовью, но, честно, могу сказать, никак. Так, самое идеальное, на самом деле, время обучения для, так скажем, прихмахера – это 6-12 месяцев. Это вот прям идеальное время для обучения. Ну, обучение имеешь в виду, когда он уже может быть самостоятельно. Да, да, да. Вот 6-12 месяцев, и я проходил, ну, то есть, проходил подобные курсы, я начинал, в принципе, с них. То есть, я учился 10 месяцев. То есть, 10 месяцев я там почти ежедневно, там, первая-вторая смена, я учился, как в школе. Ну, я учился-то, блин, после восьмого класса. То есть, в восьмом классе, там, условно, в первую смену я в школе, после обеда я там собираю манатки, еду на курсы прихмахеров, и там, как бы, стрижу. Ну, там женские стрижки, мужские стрижки, колористика, забивки, укладки. Да, да. Но, на самом деле, если говорить про мужиков, ну, хотя бы 6 месяцев. То есть, 6 месяцев – это, как бы, тот формат, при котором ты можешь обучить человека прям очень хорошим навыком, и он у тебя будет хорошо стричь. Но, в связи, опять же, с современным мире, естественно, мы видим, там, 7 дней, кто-то говорит, у нас есть такие даже. Ну, сейчас самые длительные курсы – это 30 дней примерно. Да, кто-то говорит. У нас полтора месяца. Ну, на самом деле, нет. Я знаю, что в некоторых, в том же, по-моему, Краснодаре, есть школы, где учат 2 месяца хотя бы. То есть, знаю, что есть курсы, где учат там месяц тоже точно. Вот. Я, на самом деле, противник короткосрочных курсов. Особенно это связано вот с такими историями, где там, типа, всё убери, это всё вода, вот только, короче, что надо. На самом деле, как бы… Машинка в плоскости. Да, да, да. На самом деле, да и нет. Это, с одной стороны, это, как бы, не очень хорошо. Не могу сказать, что это плохо, не очень хорошо. Но зато это тренирует в человеке определенные вкусовые рецепторы и качества. Что это значит? Значит, допустим, чтобы узнать, что что-то плохо или что-то невкусно, или что-то не так, нужно что? Минимум, да, посмотреть отзывы, изучить. Но, тем не менее, отзывы, сами понимаете, могут быть не очень. И, как бы, там, не знаю, там, повар не проснулся или ещё что-то. Я из тех людей, которые, как бы, идут и пробуют. Пока я сам не попробую, я не скажу. Я был, фактически, на всех мастер-классах, которые проводили все наши мастера, барберы, прихмахеры. То есть, я с удовольствием посещаю мастер-классы вообще всех. Даже вплоть до того проходит такое, что я прихожу на семинар, он на меня смотрит и говорит, что пришёл? Я говорю, ну, мне интересно. Я говорю, никогда у тебя не было. Потому, ну, как бы, потом тихонечко в кулуарах объясняю. Я говорю, я же тоже езжу. И когда я езжу, мне задают вопросы. Как ты относишься к этому чуваку? Как ты относишься к этому чуваку? Что ты скажешь про этого чувака? Я говорю, вплоть до того, помимо, говорю, позитивно, ещё говорят негативно, я говорю. И чтобы ты понимал, пока я, как бы, не увижу это, я не могу ответить на вопрос, что, ну, чувак, как бы, на самом деле всё не так. Просто может быть, там, кто-то, что-то или что-то ещё. Ты имеешь в виду спикеров, которые ездят с дневными программами? Ну, вообще, в принципе, мастер-классы. День теории, день отработки. Да, да, да. Вот, я всегда с удовольствием хожу. Ну, я на отработку не остаюсь, потому что, ну, что мне уделять внимание, зачем я буду, как бы, забирать время у ребят, которые начинают, потому что они осознанно туда пришли, заплатили деньги за отработку. Я всегда просто теорию послушаю. Ну, за 25 лет уже, наверное. Да, я уже, понимаешь, я уже в том состоянии, условно говоря, были раньше такие мастер-классы, большие мы делали. Сейчас они, кстати, тоже вернулись тому, когда у тебя в аудитории 150 человек пришло, там, условно, заплатило там по 2000 рублей, а потом на следующий день к тебе на отработку пришли там 20 человек, например, которые еще дополнительно заплатили там совсем другие деньги. То есть, такие вот раньше были форматы. И на таких форматах всегда, особенно у иностранцев, были такие наши, типа, блатанные чуваки, прихмахеры, которые, типа, ну, давай, научи, что ты там умеешь. И там сидит прям чуть ли не в это самое, в один голос начинает что-то говорить. И, как бы, доходило до того, что они говорили, типа, встань, выйди, покажи. И тот, типа, сразу, воу-воу, полегче чувак, типа, я не такой. То есть, я сейчас на том уровне, где, в принципе, ну, то есть, я могу себя так вести. И мне он скажет, чувак, выйди, покажи. И я покажу. Ну, ты вряд ли будешь сидеть в твоем воле. Да, но я не буду этого делать. Я, наоборот, помогаю всегда. Особенно люблю помогать и ходить на семинары начинающих спикеров, потому что им тяжело. И они пока что не обладают, там, большим количеством информации. И я всегда прихожу, говорю, чувак, вот смотри. Говорю, если хочешь, я тебе дам обратную связь в конце семинара. Если тебе это интересно. И если ты скажешь нет, я говорю, ни слова тебе не скажу, ни плохого, ни хорошего, вообще ничего не скажу. Просто, говорю, помогу тебе, там, подскажу. Иногда все равно, когда ты выходишь, волнуешься, забываешь весь текст, короче, и такой, а-а-а, как быть. А когда у тебя есть опытный человек под боком, ты просто, он тебе может просто разгон дать какой-то. Я этим, в принципе, раньше занимался, когда приезжали разные спикеры. Что-то подсказывал. Либо они, допустим, там, Жека, ну скажи же, вот, типа, такое, там, да, я, там. Я говорю, ну, это какие-то моменты были. Я там, когда это в академии происходило, я там говорю, позволь, выйду, расскажу. Он говорит, конечно, я выходил и что-то добавлял от себя какие-то вот эти вот моменты, которые были важны. Поэтому обучение краткое, оно позволяет нам с вами заработать больше специалистов, которые понимают, что вот здесь будет круто. Вот скажешь, больше денег. Да, нет, больше специалистов, а специалисты уже тебе эквивалентность дадут деньгам. Потому что они знают, что вот они прошли курсы, вышли, они пришли сюда, им говорят, покажи. Он делает какую-то фигню. Идет туда, покажи. А что, он только вошел в профессию, там, допустим, денег нет. У нас, например, в свое время я прям предложил историю с контрактами. Контракты. Целевое. Да, целевое. За тебя заплатили. Вплоть до того, что как бы всячески пробовали зайти в биржу труда. Нет, биржу труда. То есть, ну, там есть свои тоже определенные моменты, и как бы мы немножко отстранились. Поэтому вот эта история очень хороша, с одной стороны, для нас. Потому что они знают, где, ты потом это объясняешь. Они отучились там, понимают, что они на самом деле ничего не умеют. Приходят все равно к нам и остаются на вот это время. И потом как бы развиваются, понимают, что это сильная компания. Слушай, ну вот я считаю, что те преподаватели, да, ну или там школы, без разницы кто, которые утверждают, что можно отучиться за 10 дней, за 15 дней, без теории, без болванок, они просто не понимают, не понимают глубины в целом. Ну, я тебе скажу больше, они понимают глубину. Это все называется одним словом. Коммерция? Хайп. 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 Хайпуют просто они, и все. Но так они же выпускают таких же, вот таких же, как они, которые, ну, поверхностно где-то по всем, по чуть-чуть, но это люди, которым точно так же придется идти учиться, переучиваться. Если они этого захотят. И вот здесь вот есть вот эта история, про которую я вам немножко раньше рассказывал. То есть есть базовые курсы, есть повышения, есть как бы продвинутые, и вот сейчас еще появился интуитивный, у меня, по крайней мере. И здесь получается, что они делают. Они говорят, да, мы тебя отучим, но, чувак, у нас есть дальше. Это DLC-шки. Это как бы, да, это делают не все, естественно, это делают только те, кто понимает, и это делают как бы некоторые школы, достаточно с хорошими именами, но они это делают. А те, кто этого не делают, у них получается, что вы как будто бросили его. То есть, ну, отучил он его, и бросил, да, и ушел. Куда ушел, непонятно. Начал что-то делать, не начал, как бы взгрустнулась, там, сюда пришел, постучался в двери, туда, сюда, как бы. У нас даже была одна история, когда там, какая это из групп, не помню, вторая, третья, пятая, не помню, короче. Ну, это было в самом начале развития вообще обучения. И у нас было строгое задание делать фотографии. И вот в группе чувак, всего один, этого не делал. У него единственная там фотка, короче, против солнца, то ли селфи он сделал, то ли что. Ему говорили, чувак, купи такую машинку. Он приходил в магазин, говорит, какая самая лучшая машинка, ему говорили, вот эта 24 тысячи. На тот момент, да, ну, там даже не Мозер. На тот момент, чтобы вы понимали, Magic Leap стоил что-то в районе 8 тысяч. То есть, он купил за 24. Я помню, на тот момент активно поделагали в магазинах Мозер. Они были неплохие, но они не совсем подходили. И все. И вот он как бы такой вот, он делал все наоборот. Ты ему говоришь, как делать, он делает все наоборот. При условии, что чувак как бы... Да, чувак просто, ну, оказывается, юристом был вообще. И получается так, что он начал, ну, то есть, мы его все равно выпустили, потому что мы не имели права его не выпустить, как бы дали все диплом. И он с этим дипломом, с нашим, с нашим именем пошел как бы по барбершопам. И он в один заходит, да, в другой заходит. И в какой-то из барбершопов он приходит, показывает диплом и говорит, о, прикольно, короче. И ему дают там модель, он ее стрижет. И там просто, ну, естественно, все не очень хорошо. Потому что чувак просто не занимался. Да, и потом пишут не то, что мне, а нашему менеджеру пишут, он ко мне, типа, Жека, что делать? Я говорю, все просто. Вот для чего нужна закрытая группа. Я говорю, делаешь просто скрины, отправляешь им, и вот говоришь, без ругания вообще. И говоришь, вот та же самая группа, вот у нас ребята, там уже прошло, по-моему, год что-то такое, вот у нас ребята, которые учились в этой же группе, получали ту же самую информацию. Вот их там отработка в самой группе во время обучения, да, портфолио. Вот он сейчас или там она стрижет. Вот ее там или его запись там без телефонов, естественно. Ну, и там портфолио стрижет. Это прикольная, кстати, штука. Вопрос был исчерпан сразу же, моментально. Как человек... Как прибегал к такому когда-нибудь? Как человек это все увидел, там не надо ничего доказывать, ругаться и объяснять. Вот. Это сделано именно для этого. Потому что, когда изначально я создавал школу, я ее создавал таким образом, что никто вообще не сможет докопаться ни до чего. Что что-то мы сделали не так. У нас есть информация, у нас есть там вот эти все вещи и все. То есть, если человек не учится, это не наша проблема, мы не можем его тянуть за уши. Наша задача как бы постараться влюбить этого человека в этот процесс разными способами. Но если он не хочет, действительно, его туда притащили силы, ну как бы мы-то здесь при чем? То есть, вы найдите как бы со своей стороны какой-то подход. И вот из-за этого и получается, что когда они начинают там через полгода отучившись свои курсы делать там по 100 тысяч рублей трехдневные, что я сейчас там научу. Да, они состригли капусту, но дальше-то это не пошло. Сейчас такая история, что это все, ну вот как пух. Он когда-то все равно сминается, сгорает или еще что-нибудь. В текущем современном обществе, когда коммерция преобладает в сфере образования, сопереживаю тем людям, которые ведутся на эту коммерцию. Потому что, скорее всего, человек, который был заинтересован в обучении, искренне был заинтересован, получил 10-дневное, там 20-дневное обучение без болванок, попробовал, у него не получилось, он разочаровался и ушел, когда из него мог вырасти алмаз. И вот сейчас как раз таки мы боремся с тем, что объясняем людям, которые к нам приходят. Я, кстати, одно время был менеджером по продажам заявок на Барбер с нуля курс, и я всем отличнейшим образом объяснял вообще надобность теории. Потому что я лично сталкивался с тем, что человек звонит, говорит, ой, блядь, а можно мне пропустить всю эту нахуй теорию, я буду вот чисто стричь. И приходилось объяснять вообще надобность, да, но людям, которые как-то там лично со мной не коммуницируют, они могут повестись на рекламу, да, повестись на обещание о горах и золото, о том, что их научат за 10 дней, и они сразу начнут заколачивать бабки. И вот Татьяна, да, я знаю, у вас отвечает на все звонки, киборг просто, Татьяна. И вот как раз таки как вообще быть, да, с тем, что вот сейчас преобладает в преподавательстве, вот вообще в преподавательской сфере коммерция, вот как найти эту золотую середину под моим мнением. И рыбку съесть. Как бы это ни было печально, есть такая история, да, действительно коммерция, и мы нет-нет грешили такими процессами, но у нас есть главное, у нас есть академия, и у нас есть долгосрочные курсы, и есть повышение квалификации, даже когда мы, я был очень, конечно, этого против, мы выставляли какие-то 10-дневные курсы или вечерние курсы. Вечерний курс вообще был мной написан еще до того, как произошла вся вот эта история с краткосрочными курсами, потому что, ну, я прекрасно понимал, что за этим в любом случае какое-то чуть-чуть будущее будет, и я, естественно, побеспокоился об этом и заранее его написал. То есть это не новая какая-то история, это как бы возможно на самом деле, и та программа, которую я пробовал, она тоже работает. Вот, поэтому с точки зрения вот всех этих курсов, самое, наверное, сложное – это донести до человека, что ты можешь, ты получишь информацию, но это будет всего лишь маленький камушек в фундаменте того, что ты должен получить по идее. То есть раскрыть, да, то есть раскрыть вот этот эффект. На самом деле раскрыть этот эффект можно очень просто. Когда у вас уже отучились ребята, я обычно всегда об этом говорил, проходит год, вы берете этих студентов и просто смотрите, чего они достигли. И просто с ними записываете небольшое видео на тему того, там, типа, как тебе задаешь какие-то стандартные вопросы каждому человеку. И вот этим видео можно просто-напросто коротеньким, прям максимально человеку объяснить не тобой, что ты такой профессионал-продажник, а именно словами другого человека, что ты отучился в этой школе, получил образование, вот чего ты достиг. У тебя там условно свой барбершоп. Круто? Круто. Ты отучился в этой школе, ты открыл там свою какую-то сетку небольшую, там 2-3 барбершопа. Круто? Круто. Какая там школа может этим похвастаться, например? Ты отучился в этой школе, обучился там дальше, повышая квалификацию. Тебя привлекла эта профессия, ты начал побеждать в конкурсах. Ты перетек из студента этой школы через все вещи и опять вернулся в школу уже преподавателем. Круто. Круто. И все. Ничего никому доказывать не надо. Вот человек, вот информация, вот результат. И все, это другой человек, это не киношный герой, там ну типа знаете, наняли актера, привет там, ребята, я короче такой был лошар, а теперь смотрите, какой молодец красивый там и все. И ему бабку закинули, да, и все, и он ушел. А здесь реальный человек, они могут его найти в инстаграме, допустим, прикрепили ссылку, они могут там к нему пойти там даже на курсы какие-то он придумал. То есть вот это является на самом деле самым важным в продаже любых курсов абсолютно. Когда школа дает, кует кадр, как говорится, и все. И когда ты, как руководитель школы, в моем случае, ты наоборот направляешь молодых, там в свое время там конкурсы ЛСБ, они такие, мы не поедем, там Russian Barber Week, мы не поедем, я говорю, да ё-моё. Да вас никто не спрашивает. Да, там нет, да, все было просто. Как бы есть же вот эти приколы, типа рисуют картинки, там хороший руководитель, и он там типа вместе толкает, там плохой руководитель там всех набит. И вот эти вот прикольные картинки, они все равно у некоторых людей заставляют задуматься. И вот в моем случае я был таким руководителем на своем примере. Они такие, мы боимся, что делать? Я говорю, чик-чик-чик, отправляю, бах, там проходишь в полуфинал, там едешь в Москву, все там. Ну не обязательно выигрывать, просто хотя бы что ты поучаствовал и все. И все, и там ребята начинают участвовать, зарабатывать там хорошие баллы, места там как бы и все. Мне говорят, посади там своих, я говорю, ну как бы извините, я говорю, вы сказали, что все у меня плохо в регионе, давайте это. И все, и как бы вот постепенно-постепенно я ребят выталкивал на это, чтобы они этим делом занимались. Как бы они тоже там стеснялись, боялись, не хотели, сопротивлялись, как бы. Но тем не менее, ну, понеслась там. Есть там яркие личности, которые тоже на себе попробовали весь гнев и мучения Жеки. Он у вас был здесь на подкасте, Богдан Бородин. Вот он на самом деле самый первый, на ком был обкатан самый жесткий курс Барбера с ноля, который, ну, скорее всего, не будет никогда уже. Ну вот он результат. Вот, вот, живой пример. Да, да, да. Но здесь я добавлю, знаете, что с точки зрения обучения очень крутая история связана именно темой, кем человек был до этого. Например, на курсе с ноля я всегда уточняю, кем был человек. Я могу точно сказать, что все, что касается государственных служащих, все, что касается военных, такие тоже были естественные. Все, что касается людей, которые были в армии и знают, что такое устав. Спортсмены, менеджеры по продажам, которые участвовали в разных конкурсах, выигрывали, не выигрывали, неважно, участвовали. Это дисциплина. Это дисциплина. И с этого все начинается. И когда ты человеку сначала вбиваешь в хорошем смысле слова дисциплину, он в дальнейшем понимает, что эта дисциплина дает очень хорошие плоды. И все. И тебе не нужно там как бы напрягаться и говорить, что там эти там товарищи несут какую-то фигню, это невозможно. Да, они несут фигню. Это на самом деле как бы невозможно научиться за такой короткий срок. Если бы там нашим, как говорится, людям, которые когда-то учили нас сказать, что там за 10 дней учат прихмахера, они бы как бы, мне кажется, с ума сошли просто от этого всего. Но по сути же качественно невозможно отучиться за столь короткий срок. Нет. Еще знаете, очень много всяких маленьких деталей, типа связанных вот с психологическим, ну то есть насколько человек готов. У меня реально были ребята, которые там у нас 7 дней занятий с манекенами, а дальше несколько занятий на уже моделях. И они реально прям переживали такие прям, а там типа, что делать там типа валерьянки бахнуть, короче, и все. То есть прям такие были. То есть твоя задача как бы быть опорой плечом, который все это поможет. И даже когда я начал уже ребят немножечко своих потихоньку двигать и говорить о том, что типа, давай там начнем преподавать, давай начнем делать. И когда они окунулись в этот мир преподавания, они сказали, это капец. Мы не думали, что это до такой степени сложно и до такой степени как бы непросто. Не то, что это там тяжело, просто когда тебя видят в конечном результате, когда ты выдаешь информацию, у тебя краткие курсы, весело, интересно, как бы, они не думают, что за этим. Что стоит за этим, да? Да, за этим всегда стоит очень высокая подготовка и как бы тайминг поминутно. То есть я когда ребят своих тренировал, они у меня прописывали вот все, что я рассказываю, прям поминутно. Потому что там я говорю, чувствуешь, я паузу сделал, что-то черкнул. И вот поэтому, когда ты окунаешься в это, ты понимаешь, что ты, типа, крутой, можешь за 10 дней научить, начинаешь учить, я всегда говорю, возьмите хотя бы двух человек. Ты ногами в жир просто. Да, да. Ко мне, честно, ребята, ну, как бы, знают меня многие, кто знает, они всегда знают, что Жек всегда ответит на вопрос, там, не скажет, там, приходи ко мне на курс, короче, там, все такое. То есть или там я по субботам, там, не знаю, пятницам, средам не отвечаю, короче, хватит мне писать. То есть там, если не отвечаю, значит, чем-то занят. Либо веду семинар, либо просто там в пути где-то. Либо еще отдыхаю. То есть такой... Слушай, Жек, буквально вот нам осталось не так много времени, не хотели бы с Егором по два, ну, каждый по вопросу вкинуть. И мне бы очень сильно хотелось обсудить вообще методику преподавания, современную методику. Вот потому что, когда мы с Егором учились, мы из одной школы, нас учили восьми стригом. Ну, там, Кроп, Цезарь, да, Сайдпарк. По уменьшению длины. По уменьшению длины, да, чтобы болванок сэкономить, одну за всех подстричь. И в целом, ну, я-то научился. Но я при этом потратил еще много лет, там, сотни тысяч на свое обучение для того, чтобы вообще вкупить, что происходит здесь в индустрии. Мне пришлось ходить еще на несколько обучений, чтобы понять, чем круглая градуировка отличается от круглых слоев все-таки. А это что-то разное? Ну да ладно. Вот. И мы со временем, ну, с помощью методистов, да, мои наставники, Егор в том числе, являлись методистами нашей текущей программы. Егор. И они придумали настолько, ну, вещь, казалось бы, банальную, но никогда невидимую. Это то, что не обучать стрижкам конкретным, а обучать конструктору, что каждая стрижка может быть там в разных формах, в разных проекциях, разных техников, в каждой зоне. Мы не придумали скорее, а просто... Ну, собрали воедино, Егор. У кого-то подсмотрели. Вы посетили кучу обучений. Ну, да, да, да. У каждого чуть-чуть взяли и соединили. Придумали это, когда ты прям изобрел. Ладно тебе скромничать. Да, я понял вопрос. В первую очередь все начинается с дисциплины, на самом деле. И дисциплина заключается не только в том, что ты ответственно относишься к процессу, к чистоте, еще к порядку. Обучая нулевиков, на самом деле, ты можешь добиться очень крутой темы потом в повышении квалификации. То есть, например, в моем случае, вы правильно сказали, конструктор. По сути, любая стрижка – это конструктор. И сейчас, может быть, там в комментариях то, что я скажу, меня могут закидать остальные. Но, по идее, стрижка – это некая схема, которая была сделана на какой-то голове, на каких-то волосах, с каким-то ростом волос, с каким-то цветом волос, и далее, далее, далее. В моем случае для того, чтобы было открытое понимание того, как это делать, я вывел это в определенный алгоритм действий. То есть, это, естественно, консультация, диагностика и прочее. Но для того, чтобы человеку было удобнее двигаться, я как бы сделал свод правил. Их всех семь. Все эти правила каждый знает, каждый применяет, но когда ты их знаешь на зубок, тебе становится проще постричь. И действительно, у тебя есть как вдохновение – это схема стрижки и конечный результат. Но согласитесь, если, допустим, мы хотим сделать офигенный бархатный фейд и возьмем блондина, у нас ничего не получится. Это факт. Если мы хотим сделать, например, классную форму квадрата, и у нас у чувака жевательные мышцы очень ярко выраженные, а при этом длина волос у нас до двух сантиметров. Он кеглей будет. Да, он будет похож на кеглю. Хопа, опять что, костная структура не сработала. Понимаете? И вот таких вещей очень много. И когда я в очередной раз видоизменял свое обучение, я начал, опять же, с той самой злополучной тушевки, которая всем не давала покоя. Я просто-напросто сделал и назвал это семь золотых правил идеальной тушевки. Все. Семь заповедей. Да, да. Можно сказать, семь заповедей, да. Спустил. Скрижали. Да. И вот с них началась вся вот эта окончательная история. Действительно, были такие случаи. Допустим, мне студент говорит, я не знаю, что я делаю сейчас. Я не понимаю, что я делаю сейчас. Вот что мы сейчас делаем? Я говорю, ну вот мы идем вот по этой схеме, как бы вот то-то-то. А что должно получиться в конце? Мне надо видеть, что получится в конце. И вот здесь ты начинаешь, опять же, включать психологию и понимаешь, что существует три типа. Визуалы, аудиалы, кинестетики, кинестики, там все по-разному их называют. Кому-то там надо посмотреть, послушать, пощупать. И вот ты понимаешь, что у тебя визуал. Без должной скромности показываешь стрижку, говоришь, должно получиться вот так. Он говорит, и что мне делать? А вот то, как ты сейчас это и делаешь. Все. Вопрос автоматически отпадает. Потому что есть определенная длина волос, при которой ты можешь создать все, что хочешь. И все. Неважно цвет, там и все. Просто вот есть определенная длина волос, при которой ты можешь создать вообще все. Просто классно будет выглядеть стрижка. Всегда. Но когда ты знаешь шаги, которые ты должен сделать, там не обязательно из этих семи правил использовать все семь. Два-три достаточно для консультации, для того, чтобы объяснить человеку, для того, чтобы подобрать стрижку. То есть они работают во всех направлениях. Это может быть там подбор стрижки, это может быть консультация, это может быть объяснение мамочки, почему его сыночке получился. Ну, то есть не получился, а не получится такой эффект. Там, когда она принесла фотографию очередного там футболера, допустим. А сыночка сидит совсем с другим цветом волос и всем остальным. И, пожалуйста, как у Роналду. Да-да-да. Человек говорит, мастер такой говорит, ну, видно же там, ну, это же фейт был там. Типа, я сделал фейт, какие ко мне вопросы. А то, что там чувак был темнокожий и был темный цвет волос, а здесь чувак светлокожий, ты ему сделал фейт, да, про этот фейт знаешь только ты. И там все. И ты видишь там условно линию веса. И вот эти 7 правил, они позволяли создать из шаблона, которым у вас учили там, это нормальная история, там стрижки, стрижки, стрижки на уменьшение, создать этот конструктор. Потому что ты объясняешь, что ага, вот у тебя стрижка, вот у тебя длина. Вот у тебя там цвет волос, вот у тебя плотность волос. Можешь ты здесь сделать? И вот получилось так, что изначально в школе мы учили думать. То есть в первую очередь программа была нацелена на думать. У нас тоже были стрижки, но мы их не учили стричь стрижки, а мы учили стандартному подходу созданию самой сложной формы квадрата. И когда они понимали, как он строится, балансу, всему остальному, это потом переходило в коммерцию. Мы это называли уже стрижками и говорили, вот помните, вы вот это делали? Это называется стрижка так. А вот это вы делали, это называется стрижка так. И описывали, сейчас подожди, и описывали прям каждый шаг этой стрижки, прописывали, откуда она начинается, почему и все такое. И вот из-за этого человек начинал думать, ага, вот ты пришел, тебе можно сделать такую стрижку, потому что и причины. И вот эти карточки, которые были, они являлись этой причиной. Ты пришел, тебе можно сделать стрижку такую, потому что. И вот это заставляло студентов думать. И вот это 36-дневное обучение по 12 дней, оно получилось действительно как алмаз. Потому что ты не просто научился срезать волосы, а ты видишь форму, она у тебя прям прочувствуется, если ты все сделал правильно. То есть ты просто сделал правильное движение, тебе не сказали, что это стрижка, а просто сказали сделать шаги. И все, и ты получил офигенный результат. Ну вот я как раз хотел подытожить, что, наверное, истинное образование барберов, оно заключается как раз таки в том, чтобы не тупо заучить 8 стрижек, а в том, чтобы научить разбираться, видеть прекрасные вот эти формы, силуэты, балансы и так далее. Супер, Жек, спасибо, ты ответил на мой вопрос. Пожалуйста. Просто вы к этому пришли своим путем через одно, мы попытались через какой-то конструктор прийти. Я вам больше скажу, мы очень много тоже общались с разными директорами в разных городах, то есть все равно на контакт мы выходим, они так или иначе задают какие-то вопросы. И были те директора, которые как бы говорили, Жека, ну нам нужно выпустить там, допустим, обязательно портфолио, в которых будет описание стрижек, там, как они выполняются, как они делаются. Я говорю, понимаете, сейчас не то время, сейчас вообще не то время. Единственное, где это сработало, в олдскуле. Потому что это сделали не мы, и это как бы сделано совершенно с легкой подачей. Просто человек находится в этой стилистике, ты ему фигачишь там просто, делаешь форму классную, укладываешь, и он просто у тебя идеально сидит. То есть стрижка сидит, как хороший костюм. А у нас наоборот, он пришел в спортивках, видит, что у него фейс, как говорится, подходит к этой стрижке, но ты смотришь дальше, к сожалению, нет. Или наоборот, он выглядит идеально подходяще к этому, но фейс оф в тейбл только, если и все. По-другому никак. И вот здесь как раз-таки ты все равно, так или иначе, имея шаблон, я всегда это объяснял им, то есть ты имеешь шаблон, отлично. Клиент пришел, посмотрел этот шаблон, говорит, хочу. Он пришел, у него длины, волос нет. Что должен сделать? Что-то на вырост. Структура волос не подходит. Это все равно возвращает нас к тому, что мастер... То есть клиент пришел, посмотрел эту книгу со стрижками, подошел к мастеру и сказал, я хочу так. А он подстрижен, говорю, под машинку. Ну вот, он, говорит, будет объяснять смысл этой книги, если все равно придется объяснять. То есть это как просто наглядное пособие некое, по которому ты можешь это сделать. Вот, собственно, и все. Поэтому, зная все вот эти правила, они дают нам больше возможностей расширения, расширения, и уже вот они, на самом деле, чем дальше я с ними работал, я понимал, что они подходят вообще под все. Абсолютно под все. Про бороду даже можно их использовать вообще легко. Мы обсудили сегодня уже всяких успешных ребят. Ну вот Богдан это упомянул, например. Есть такая тема, что возможно ли вообще, будучи только рельмесленником, наоборот, или там только преподавателем достичь успеха, потому что, ну, многие действительно успешные люди в нашей профессии, они совмещают несколько сфер сразу. Они там и это делают, и там и преподают, и стригут на потоке, являются руководителями школы, либо филиала, либо еще чего-то. То есть это изначальный набор качеств, или этому можно как-то научиться, и к этому прийти, если ты вот изначально пришел только, например, на стрижки? На самом деле, с точки зрения вот набора каких-то определенных качеств, здесь нужно понимать, из какой, как говорится, ты сферы пришел. И здесь опять я скажу дисциплина. Если ты в одной сфере научился дисциплине, и ты понимаешь все шаги, которые ты выполняешь, ты можешь заниматься чем угодно. Вот чем угодно. У тебя будет просто невероятное расписание, но ты его будешь строить таким образом, что ты не будешь вставать, тебе будет кайфово, ты будешь как бы отдыхать. То есть этому научиться можно легко, просто хорошо планируя свой процесс рабочий. Вот и все. То есть, в принципе, я тоже там, у меня есть и увлечение, есть отдых, и я там люблю, как говорится, поездить, особенно летом. Я там прыгаю в свой Вольво 76-го года, и лечу к маменьке, в родную Башкирию, как бы в Уфу, и все. То есть я там думаю о каких-то вещах, еду по классной дороге, или не по классной дороге, всякое бывает. И поэтому с точки зрения, когда люди увлекаются вот так несколькими вариантами, скорее всего, они дисциплинированы. И если... Ну вот это опять к тому же, что это какой-то изначальный набор качеств, который у человека уже сформирован, именно он позволяет человеку достичь успеха. Ну, на самом деле... Все люди, которых я знаю, они чем-то увлекаются, они занимаются несколькими там смежными сферами, плюс у них там какие-то увлечения еще есть. А люди, которые, например, только стригут на потоке, но при этом хотят достичь там какого-то определенного успеха, не имеют, как правило, хобби, ничем не увлекаются, плюс занимаются только вот дрочкой стрижек. Что я хотел сказать? Да, хотел сказать, что вот мы с Егором анализировали, да, и в целом пришли к тому, что люди, которые достигли успеха на этом поприще, и при этом зафиксировались, они канули в небытие, они явно занимались чем-то. То есть вот у тебя и окрашивание, и женские, и мужские стрижки, и многие сейчас... И тачки ретро. И тачки ретро, да. И многие тренд-центры сейчас, они заняты не только барберингом, не только вот этими фейдами, есть еще за что рассказать в целом. И вот как будто бы люди достигают успеха, имея у себя некий набор навыков. Здесь как бы скажу следующим образом. Есть такое выражение «дурной пример заразителя». И если эту тему развить, то для того, чтобы стать таким, у вас должны быть вокруг люди, которые не сидят, дрочат фейды, а чем-то еще занимаются. И у них это получается. И волей-неволей, особенно это касается парней, ну и вообще азартных людей, волей-неволей ты понимаешь, что вот, а почему я так не могу? В моем случае так и было. То есть я там везде ездил, что-то делал. И реально как бы некоторые из ребят говорили, а что типа Жеке можно, а мне нет, короче. Ничего, что Жека там заранее договорился. То есть Жека заранее обсудил эти моменты там со всеми деталями, чтобы всем было хорошо. То есть там, если я работаю в компании, там, и мне говорят, мы тебе заплатим там такие-то бабки, давай будешь представлять наш бренд. Я говорю, нет. Они говорят, почему? У тебя деньги не нужны? Я говорю, мне важнее репутация. Я прежде всего должен сначала его попробовать, посмотреть. Я говорю, если что, если мне что-то не понравится, я вам расскажу, почему. Дам полностью обратную связь. Прямо разжую все. За это с вас ни копейки не возьму. И как бы вот будет так. Если вы согласны на это, без проблем. Все. И как бы они понимают, что с ними разговаривают профессионалы. Все. Мне довелось поработать с очень крутыми профессионалами. И я когда на них смотрел, я понимал, что все это достижимо. И все это можно сделать. И когда у тебя рядом есть очень хороший пример, ты волей-неволей становишься лучше. И когда мне задавали вопрос, почему, например, в то время, когда работали вы, я, Стас в одном шопе. И как раз росли тогда Баха Бабаджанов, Богдан Бородин, Саша Салатов, Леха Прокошев. То есть, это все наши классные ребята. Прокошев победитель РБВ. Да, да, да. У него еще в том же году он победил в Кинг-Джилет. Да, да, да. Там чувак просто собрал все награды. Да, то есть, здесь был всегда смысл такой. Они смотрели на нас, как мы работаем с клиентами, и видели, насколько это действительно интересно и просто. И потом, доходя до определенного уровня, они, насмотревшись на нас, вот это дебильное наше новое слово «насмотренность». Терпеть его не могу, но тем не менее, да. И получается, что ты смотришь, у тебя есть рядом хороший пример. Ты видишь, что человек увлеченный, у него все получается, у него все четенько, красивенько. Ну, тогда, конечно, я им тоже люлей в свое время вставлял нормально. Вот, и тем не менее, он еще должен направлять. То есть, рядом, всегда рядом с кем-то есть человек. И, допустим, если мы возьмем, там, опять же, слово «успех», и возьмем любого успешного спортсмена, артиста, певца, там, еще какого-то, всегда за их успехом есть кто-то. То есть, это либо родители, которые подали очень хороший пример, и либо я вот себя люблю называть таким, я говорю, ну, чтобы всем было проще, я говорю, вы знаете, у какого-нибудь певца его... Продюсера. Нет, не продюсера, совершенно нет. Учителя по вокалу. И если вы подумаете, и у вас есть, например, интересные какие-то певцы, вы никогда не узнаете про учителя по вокалу. А он был, и он это сделал. И вот я себя позиционирую в мире брикмахерского искусства, в частности, барберинга, как вот учитель по вокалу. То есть, да, я могу дохера что сделать интересного, но при этом я могу как бы помочь человеку развиться еще успешнее. Потому что есть вопрос по этому поводу, почему так, я на него могу ответить. То есть, ну, такая ходячая энциклопедия достаточно. И поэтому вот дурной пример заразительный, если его перефразировать в хорошем смысле слова, я всегда советую мастерам и руководителям барбершопов ставить молодых в смену с очень крутыми специалистами. Потому что они тогда будут развиваться гораздо быстрее, потому что у них постоянно перед глазами будут мелькать достаточно хорошие работы. Но не так, что только там. То есть, должна быть вот эта вот разница. То есть, он поработал здесь немножко, суспешно посмотрел, офигел, как бы поработал с другим. То есть, ни в коем случае никогда не ставьте слабых, ну, так скажем, начинающих, пардон за слово, слабые, начинающих специалистов одних в смене. Всегда должен быть один кто-то старший. Вот. Тогда будет все круто. Потому что они все равно будут смотреть на друг дружку и на него. Или на нее. Неважно это уже. И вот за счет этого идет очень крутое развитие. И построить работу в сменах таким образом, чтобы у них было разнообразие. Но никогда, чтобы они не были только одни. Чтобы у них была какая-то, ну, так скажем, небольшая конкурентоспособность. Что вот чувак делает, почему я так не могу делать. И это приводит к определенному развитию. Понятно, что там есть еще очень много всяких вещей, связанных с тем, что предлагает вообще барбершоп с возможностями. То есть, в нашем случае возможности безграничны. У нас как бы сеть барбершопов контора только в городе 6 штук. Плюс там Краснодар, Югорск, там еще у нас есть цех. Тоже это уровень конторы. Есть школа, где это можно все разогнать. Есть Кузьма, где уже все разгоняется. Есть там... Ты имеешь в виду барбершоп представляет мастер. Да, 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 да. И все. И вот у тебя, допустим, ты приходишь в нашем случае, допустим, в мануфактуру, отучаешься с ноля. Ты видишь, что все преподаватели, которые там есть, они достаточно ребята крутые и как бы могут что показать. Все. Ты попадаешь в Кузьму. В Кузьме тоже есть разные ранги. И тоже есть ребята, которые тоже участвуют. И, блин, занимают места там первые, вторые. Ну, не важно. То есть, они занимают места, получают призовые. И, соответственно, потом они попадают в Кузьму. Там есть ранги. И потом они могут пойти там в цех или в контору и вернуться опять в мануфактуру. И то есть, когда у тебя для человека открываются такие широкие возможности, и ты знаешь, что у тебя, опять же, возвращаясь к теме коммерции, коротких курсов, и у тебя есть такая возможность стать преподавателем, то есть, начать отсюда и вернуться условно сюда, и тебя еще обучают те преподаватели, которые когда-то учились с ноля в этой же школе, я считаю, что у человека не должно быть вообще сомнений, что он научится работать классно. Вот это, на мой взгляд, является очень крутой ценностью. И тогда успех просто абсолютно будет по-любому. То есть, вот пример. Мы же все равно волей-неволей с самого детства кого-то копируем. Это могут быть родители, дядя, тетя, кто-то там, у кого там были приняты собираться большими семьями тусоваться, все равно был какой-то яркий персонаж. Дядя Коля. Да, дядя Коля, допустим, или тетя Света, или Светлана Ивановна, ей 90 лет, она подтянутая дама, до сих пор делает маникюр, причесочки, все такое. У меня была такая клиентка. То есть, 95 лет, она как бы... Мне вот эту бабушачью стрижку, Женечка, пожалуйста, не делай. И поэтому я и говорю, что вот для того, чтобы быть успешным, у тебя должен быть хотя бы какой-то пример. Пожалуйста, не путайте с... Ну, некоторые говорят там... Как это? Популярность по-другому называется. Фанатизм. Не путайте с фанатизмом. Это другое. Фанатизм – это фанатизм. А вот здесь просто пример. Ты смотришь, и тебе почему-то нравится. Но без фанатизма. Что ты можешь как бы это изменять. То есть, в моем случае у меня никогда не было... Я не был никогда фанатом чего-то либо. Мне просто что-то нравится. Я это делаю. Неважно нравится это окружающим, что я это делаю. Просто мне лично нравится это делать. И я просто это делаю. И вот, на мой взгляд, именно из этого заключается успех. Ты это увидел. Тебе понравилось. Ты начал это делать. Задал вопрос. Получил ответ. Здесь единственное я добавлю. Не бойтесь задавать вопросы. И все будет тогда отлично. Вот, я считаю, как-то так. История должна быть. Четко. Ну, мы как будто бы подходим к логическому завершению. Как будто на этой ноте можно на отличной ноте и завершаться. Да. Ну что, Евгений, спасибо тебе за посещение нашего подкаста. Очень приятно было поболтать о современных тенденциях в образовании и в целом индустрии. Это круто. Спасибо. Мне тоже было интересно. Вот. Информации много. Кто знает, может быть, мы еще здесь... Приходите ко мне на мастер-класс. Расскажу еще больше. Да, приходите ко мне на мастер-класс. Пойдет онлайн-курс. Вот. Ну что, thank you very much. Спасибо. Спасибо, что посмотрели этот подкаст. С вами были, покороче говоря, мои соведущие Егор Толовира, Евгений Антоненко. Я, Олег Минский Егор. Сегодня мы в студии у Сергея Ефремова, который находится прямо сейчас за камерой. Потому что нашу студию сняли и что-то там снимают за бабки сегодня. Вот. Поэтому если у вас есть какой-то... И давайте похлопаем Наталье, потому что она... Которая выдержала сегодня. Выдержали это полтора часа. Хотите снимать подкасты, есть студийка там. Егор, тебя заплатили? Поделиться не хочешь? Ладно. Пока-пока.